Об их существовании знают все, но до сих пор они не хотят рассказывать, где и когда собираются. Это закрытая ночная тусовка, попасть на которую могут только те, кто в теме. Таких не так уж и мало в районе 60 авто. Каждый приезжает на своей любимой красавице, специально прокаченной для гонки. Машины тюнгованные, на них приятно смотреть, то есть люди смотрят, даже порой приезжают пофотографироваться с ними. То есть машины в пленке есть, есть специально покрашенные с музыкой, с пневмоподвеской, с выхлопом. Много разных машин приезжает сюда. Все мероприятия тщательно планируются. На специально отведенной трассе в 402 метра соревнуются две машины. Кто первый, тот и молодец. Да и, пожалуй, все. Никаких ставок, денег, распутных женщин и алкоголя. Сюда приезжают ощущения ради. Ну как же? Во-первых, это адреналин. То есть, ну, вот это жажда скорости, запах изжженной резины, музыка. То есть, как бы алкоголь здесь не приветствуется. Ну, как и что я могу еще сказать? Я не знаю. То есть, это надо просто почувствовать. То есть, без машины этого не понять. Стритрейсинг, как движение, зародилось в Штатах еще в 60-х годах. Тогда оно было бунтарским. Автохулиганы устраивали беспредел не только на общественных трассах, но и погромы на улицах и массовые дебоши. К нам же оно пришло в середине 90-х. Сразу обрусело и, как ни странно, стало достаточно приличным видом досуга молодых лихачей. Только у нас в Иванове уже порядка четырех сообществ стритрейсеров. Они конкурируют, некоторые даже не общаются между собой. Но так или иначе есть, а значит и относиться к ним стоит серьезно. Я считаю, что это отдельная субкультура, философия какая-то, да? То есть, ну, кто-то занимается спортом, кто-то туризмом. Мы занимаемся машинами. Все просто. Кроме рева мотора и горящей резины, рейсеры любят хорошую музыку. Этот шоу-кар Илья оборудовал в течение трех месяцев. Получилось громко. На этом предприятии, наверное, организовываю музыку, прокачиваю все это дело, чтобы все веселились, было громко, весело всем. Это, наверное, рэп наш отечественный. К всем молодежи отравятся, поддерживают. Рэпер сейчас поет правильную музыку, а все к молодежным движениям интересы. Интерес к гонкам, как выяснилось, испытывает и слабый пол. Хотя на таких тусовках его можно по головам пересчитать. Особенно светло оказываются и особенно смелыми. В нас не верят, скажем так, наверное. А в городе позволяешь тебе погонять? Да, конечно. В городе больше, наверное, нравится даже, чем такие турниры. Почему? Опасность? Интересно. Да, просто помимо того, как едет машина, еще нужна какая-то соображалка в голове. Как ты можешь кого обрулить, объехать? В городе, кстати, даже без нарушений правил могут возникнуть претензии со стороны госавтоинспекции. Некоторые тазики, так рейсеры любя называют автомобили отечественного производства, прокачены аж до 500 лошадей. Но стать двигателю таким мощным можно лишь при его официальной регистрации. Переборудование автомобиля – это вещь серьезная, она делается через фирмы, которые имеют право на это. То есть имеют лицензию на переборудование автомобиля. То есть в свое время я сделал двигатель мощный, но не переборудованный. Из каблюдаторного двигателя я сделал 16-клапанный, так скажем. Пришлось переоформлять через Нижний Новгород официально, все через ГАИ, через сервисы. То есть все официально оформлено. То есть, ну, это тоже недешево обходится. Почти каждый сбор стритрейсеров заканчивается приездом ГИБДД. Правда, их особо не дожидаются. В этот раз инспекторы приехали спустя полтора часа. Сотрудники полиции нам перекрывают дыхание каждые выходные. Только иногда они приезжают в час, иногда полвторого, иногда вообще не приезжают. Иногда они нам могут приехать в 12 и закрыть вообще все мероприятие. В будущем рейсеры планируют собираться и дальше. Место найдут всегда. Они любят жить без тормозов и на адреналине. Хотя, как уверяют сами гонщики, бояться их экстремальной любви на общественных трассах не стоит. Все-таки не камикадзе какие.